Музыка Давно уже мы с Виталием Виноградовым хотели посетить сибирские реки Обь и Енисей. И вот мы в Новосибирске, и нам предстоит охота на Аби. Новосибирские охотники Сергей Грачев и Андрей Корчагин провели тщательную разведку и подготовку для нашей экспедиции. Добрый день! Добрый день! Еще раз! Очень радость встретить в Новосибирске! Привет! Значит, мы с Виталием Виноградовым наконец-то добрались до Новосибирска. Да, вот мечта. И у меня вообще Сибирь была связана только с декабристами и с их женами, да, вот с понятием Сибирь. А сейчас вот настоящая Сибирь, да, вот стоят подводные охотники. Мы сейчас заехали в магазин, возьмем, потому что на самолете летели из Москвы, естественно, свинец мы не тащили. Сейчас возьмем груза, еще что-то посмотрим из снаряжения. Вот сейчас зайдем в магазин, посмотрим, что там нам надо будет. И дальше на речку, потому что налимы лежат, косяками, сазаны ходят, лещи плавают. Жон, сосветик! Жон, сосветик! Все, скоро на подводную охоту! Всем подводным охотникам привет из Новосибирска! Надеемся, что вам понравится. Мы тоже надеемся. Так, Сереж, я так понял, что ты хочешь наконечник взять, да? Да, я хочу наконечник взять. Как правило, бывает, кто-нибудь теряет или еще что-нибудь случается. Ну, такого типа наконечники. Там у нас в основном каменистые, подкаленные. Работают, в принципе, нормально, так долго держатся. Я, в общем-то, таким в горной реке ходил, сы. Ну, на два дня мне хватило, в общем-то. Сереж, покажи, пожалуйста, нам наконечничек этот, да? Вот такой он. Слушай, ну, вот я смотрю, у него вот само жало черное, это он каленый, да? Он каленый, лепесточек хороший. Это как бы местное производство, я понимаю, да? Нет, это москвичи. Московский, москвичи. О, при этом в Москве. Я же говорю, что вот этот наконечник на выставке, когда продавали, авторы его, ставили на стальную плиту и сверху били молотком. Мы показывали. Ага. Мы убеждались, что он держит и покупали. Ну, Александр, вот с этим наконечником я вот два дня в горных реках охотился на таймине. И, то есть, как бы, ну, не большой таймин, но такой вот на 6 килограмм, пробитый в брюхо, то есть, в мягкую ткань. Вот этот лепесток я его удержал, я его взял. Аправдал себя наконечник в охоте на камнях? Да, и сколько по камням я бил, то есть, в принципе, он у меня выжил. Ну, конечно, потом уже пришлось через два дня подтачивать и так далее, и так далее. Ну, два дня выдержал, да? Два дня выдержал. Это не после первого удара, как бывает. Это не два выстрела. Охотился я интенсивно, то есть, там, стрелял много. Молодцы, москвичи. Да. Так, груза у нас двушечка и килограммчик возьмем, на всякий случай, чтобы разгрузиться, если что, да. Ну, такие стандартные грузики, я вижу, да, нормально такие, обыкновенные. Проблема, наверное, рулевого русского, широкая нога. Да. То есть, ЛАЗ-45, самый большой, получается, с носком с девяткой давит или соскакивает. Приходим, делаем, что? Надеваем носок, на 50-ю обводим, доску 50-ю обводим, грубо говоря, карандашом след вырезаем и на мыльный раствор загоняем. Да-да, покажи, пожалуйста, как загоняем. Вот ласта. Да, прямо вот сюда загоняем на мыльный раствор. На мыльный раствор загибаем туда доску 50-го размера. А, калошь какая, 46-го? Ну, у нас 45-48 умер. То есть, вот 44-45 размер уже все, не одевается. Ну, и все, и промышленный фен, так называемый. Это термоусадочную пленку садит. И прогреваем, то есть, до такого характерного запаха резины, как у него, и все. Да, скажи, пожалуйста, как прогреваем его. А прямо тут участками, то есть, у него сопло такое где-то. И греем. И потихонечку греем по ребру, да? Здесь пятка, если не садится, то есть, пятку так прогрели посильнее. Ну, и в перчатках натянул его. То есть, глубокая, то есть, глубина не пропадает. Ну, и все, и так по периметру потихоньку взьем, чтобы... Да, да, расходится. Да, да, расходится. И скажи, что не рвется потом, надежно держится, нормально. Нет, ну, сколько мы уже, года три? Плаваем такая же, по-большому. Все, все, нормально. И взьем также еще под угол забиваем. Ну, треугольнички нарезаем, чтобы вытянуть. Да, покажи, пожалуйста, сам вход вот этот. Да, вот смотрите, там, да, там, значит, есть, так называемый, подъем ноги. Вот, там такой нужно треугольничек забить и тоже так же прогреть. И так же клинику. Да, клинику приподнимает поверхность, ее расширяет. Все, потом холодная вода там или просто сам остывает. Вот, это гораздо технологичнее, чем делает вот господин виноградов, который разрезает и на веревочках, и на шнурочках делать. Ну, по старинке. Мы же как-то обычный фен не живем. Живет он давно просто. Технологии у него старые. А здесь молодежь подоспела. Вот видите, какие приятные лица. Да, все велики. Новые технологии. Промышленный фен. Молодцы, где-то что-то вот... Молодцы, здорово. Здорово. Вешаем на место. Перед, ну, пока мы как бы трогаемся потихоньку из дома. Скажи, пожалуйста, да, давай сначала познакомимся. Да, скажи, пожалуйста, как тебя зовут, имя, фамилия, скажи. Грачев Сергей, город Новосибирск. Сереж, скажи, пожалуйста, ты под водной охотой давно уже занимаешься? Десять лет. Десять лет. Вот мы с Виталием Виноградовым давно мечтали посетить Сибирь, сибирские реки. Наконец-то приехали к вам в гости в Новосибирск. Мы сегодня охотимся на река Обь. Да? Совершенно точно. Да, расскажи, пожалуйста. Мы тоже мечтали, ждали, куда вы приедете. Расскажи, пожалуйста, что это за река? Какая на ней рыба? Что за река? Чем она интересна? Река, ну, река Обь очень богатая, большая река, полноводная. Рыба в ней встречается очень разнообразная. То есть даже, наверное, ну, в низовьях это у нас муксун, нельма из таких рыб, которые занесены в Красную книгу. Осетровые, стерлядь, осетр, ну, их мы, конечно, не встречаем. Вот, а из распространенных щука, налим, окунь, судак, клещ, яси. Толстолобик попадается, правда, он не здешний, но живет. Выпустили когда-то, вот, стая, у нас одна ходит, большая. Ну, толстолобики не крупные, килограмм до 20. Судак крупный попадается. Ну, тоже, в принципе, как бы охотишься. Вот, там, одну-две рыбины взял, в основном, уже для удовольствия получается. Ну, да. Ну, понятно, в общем, да, по большому счету, как обычно, не в магазин ходим. Что Бог даст, то и увидим. Ну, будем надеяться, что налимчик мы поснимаем сегодня точно. Обязательно. Налимы должны снимать. Хорошо, поехали. Виталий, еще раз поздоровайся со всеми. Ну, для дубля, Виталий. Я дальше уже снимал. Так, ну, вот мы приехали, да. Да, Виталий Виноградов, да. Ребята стоят, подводные охотники, новосибирские. Мы сегодня приехали утром с Виталиком из Иркутска. Вот нас ребята встретили, Сережа с Андреем. И сейчас вот еще ребята подъехали. Мы стоим на берегу Аби. Ну, ночь. У нас охота сегодня ночная. Пока реки не видно. Вот. Но скоро нырнем. Посмотрим, что за река, какая рыба. Ну, что, какие планы, ребят? Я не знаю река, называется Обь. Река Обь, да. В основном налим, может быть, судак, толстолоб, возможно. Ну, толстолоб обычно килограмм 150-200, какой у вас? Нет, маленько поменьше. Ну, налико, если убрать, нормально. Десять килограмм где-то так вот. Сколько? Десять килограмм. Десять, да? Да, десять. Десять. Ну, щука может высыпать, можно щуку. Да. Судак может хорош. Ну, щука крупная? Ну, стреляли на 12. Ну, шесть, пять можно. В общем, как повезет. Шесть может, да, да. Пять-восемь килограмм судака. Так, как будут сплавляться? Возьмем все за руки? Как вообще у вас принято? Да. Группой? С песнями? Зашли, все пошли. Ну, цепочкой, цепочкой идти-ка. Цепочкой потихоньку. Цепочкой потихонечку, да, не спеша. Понятно. Цепочкой за два, два с половиной. Да, два, два с половиной. Ну, три, может, самое это самое. Ну, что, мерзнуть не будем, пойдем в воду. Ну, вот мы сейчас берем ориентир, вот лампа горит, стоят дома на берегу. Вот по этой лампе будем ориентироваться, чтобы уходить на берег. Быстринка у самого маяка, как получается, это вот подходной канал, здесь подходной канал, шлюзы, на шлюзы. И вот быстринка, вот, поворачивает сюда, ударяет в этот берег. И, в принципе, она и прибьет к этому берегу. А вот здесь, наоборот, от берега отбивает. А вот тут, да, дальше отбой идет. Желательно, кстати, подойти заранее. Да, то есть, вот она ударяет в берег, и дальше отбой пошел. Понятно. Все, перегружаем. Так, спускаемся к реке. Да, впереди опь, Великой Сибирской реке. Вот к ней мы сейчас по таким сугробам проходим. Преодолеем пешеходные препятствия. А потом пойдем по водным просторам. Ох, проваливаюсь по поясу. Ну да, вот уже у самой реки лед. Такой ледовый припай. Надо уже осторожно идти. Может обломиться. Он уже у нас один охотник в воде. Уже начинает заплыв. Да, мы все только сходим в воду. Да, вот у нас Сережа, Андрюша. Да, Виталий. Все, все готовы, да? Да, в общем, готовы. Будем заходить. Вот уже река. Течение наоби после сброса воды с плотины довольно приличное. Но у берега есть затяжки, где собирается мелкая рыба. Мы сразу попали в стаю некрупного подлещика и наслаждались передвижениями этой стаи в толщах воды. Рыба мелькала в свете фонаря своими серебристыми боками. И хоть подлещик был некрупный, но река сразу заявила, что рыба в ней вводится, и это было приятно. Такого количества подлещика зимой в доступной близости я давно не встречал. Понятно, что вода, падая с плотины, постоянно несет корм и кислород. Даже в сильные морозы жизнь на реке с течением не останавливается и не замедляется. В отличие от многочисленных водоемов, покрытых льдом, где доступ кислорода ограничен, и к февралю, к марту случаются рыбьи заморы. В одной из своих книг о подводной охоте Виталий Виноградов пишет, что стаи лещей формируются по возрастному признаку, то есть по размеру. Обычно стаи маленьких подлещиков – стаи крупных до полкило. Из стаи лещей более килограмма не смешиваются. Вероятно, это связано с разной скоростью движения мелкой и крупной рыбы. Правда, в стаи килограммовых лещей может оказаться и трехкилограммовый гигант. Весною в реках часто можно наблюдать такие объединенные стаи. Лещи вместе с езями, щуками и судаками. А вот и ночной хищник налим. На сибирских реках они достигают огромных размеров. Во время нашего путешествия по Сибири подводные охотники показали запись с мобильного телефона, где рыбаки втроем вытаскивали из лунки налима, ну, килограммов так на сорок. В длину он был около двух метров. Во, какие налимчики попадаются в Сибири! Это, конечно, не гигант, но плавает очень красиво, размахивая боковыми плавничками, как большими веслами. КОНЕЦ Конечно, днем к лещу на такое расстояние не подойдешь. Лещ рыбопугливая, и только ночью можно вот так вплотную любоваться его грацией. А это звук моторной лодки. Браконьеры-сетевики выходят на свой ночной промысел. Это говорит о том, что подводный охотник должен постоянно понимать и знать, что не только плывущие льдины и старые сети подстерегают его, но и моторные лодки, выходящие ночью на акваторию. Вот такую серебряную россыпь можно увидеть только под водой. Что говоришь? Я говорю, сейчас перекатим, как с этого садил. Ага. Приявочки начнутся. Ага. И должна быть рыба буквально где-то... Хорошо, давай. Редактор субтитров А.Семкин Налимы недавно отнерестились и попадались часто. И не только поодиночке, а подвое, по трое и даже более. За два дня до нашего приезда Сергей Грачев насчитал за охоту около 300 налимов. Ночью налим активен. Это его охотничье время. Ночь. Холодная вода. Да рыбки мелкой побольше. Но что еще нужно этому хищнику с леопардовым окрасом? Рыбы много. Щука, налим лещи. Все хорошо. Я потихонечку обвыкаюсь. Нормально. Я снимаю, ты следи за мной. Куда идем? На тот мыс? Мы пока идем вот так, по течению. У нас конечная где? Конечная еще далеко. У нас за мысом. А вот тот темный мыс. Да, за черным мысом. Надо вот здесь рыбу смотреть, дальше ее не будет. Давай. Конечно, хотелось бы встретить леща килограмма так на 3-4. И полюбоваться его мощным бронзовым боком. Но лещи были небольшие, до полутора килограммов. Сережа выбрал парочку покрупнее. И на кукане охотника рыбки прибавилось. Во! Вот лещика взяли. Их ходит много. Вот здесь еще одного. Хорошо. Надо здесь еще покрутиться. Давай вместе ныряем, чтобы вместе под выстрел. Ага, давай. Я думал, не ты. Кажется, что Риталий Иванович, но по голосу. Ну что, дальше рыбы нет, что ли? Она, видишь как, вот здесь самый такой участок рыбный. Вот твоя идея, как рыбу нашел, надо на этом месте удержаться. Свалился куда-то ниже, ищи дальше. Ну давай, иди я с тобой. А этот пятнистый хищник ушел в глухую маскировку. Спрятал голову, как страус в песок. И думает, все, мол, ребята, меня нету, меня не ищите. Мы с Сережей договорились, что возьмем по одной рыбке из всех видов рыбьего населения Аби. Ну вот, и ясь на килограммчик. А эти пятнистые и усатые налимчики бегали по дну в своем ночном охотничьем дозоре. Пока я бегал за налимчиками, Сережа взял судачка. Небольшого, но тоже хорошо. А судачки, между прочим, здесь попадаются по 8-9 килограммов. Нашел налимчиками, штуки три хороших. Но течка сносит. Здесь течение сильнее. Одного потом нашел, а так трех и не нашел. Килограммовых налимчиков Сережа не стрелял. А вот этого за два килограммчика можно и взять. Мясо у налима нежное, без костей. Вспоминается налимье филе, запеченное в тесте. Да, хороша. Кукан охотника пополнялся, и река несла нас дальше. Ты за ним гонялся так долго, что ли? Он от тебя убегал, да? Ага. Вот ребята нам светят. Я уж думаю, надо по каждой рыбке по одной взять. Вон от друга плывет. Да, Виноградов, молодец. Взял толстолобика. Хороший толстолобик, килограммчиков на 8, на 10. Ну, если, конечно, учитывать, что толстолобики достигают 70 и более килограммов, то это такой, небольшой. Но на этой акватории крупнее толстолобика не бывает. Так что охотнику повезло. Да, опь, рыбная река, встретила охотников щедро и радушно. Если учесть, что мелкую щучку мы тоже видели, то за сегодняшнюю охоту мы видели весь рыбный набор этой акватории оби. Налим единственный представитель тресковых в пресноводном царстве. Он достаточно плотно заселил этот регион. Хотя, может быть, он поднялся с низовьев на икромет, дошел до плотины и остановился. А вниз идти пока не собирается. Ну, вот смотрите, такой килограммчик и четыре. Да, Андрюша, хороший налимчик. Вот он. Ходовой был. Ага. Ходовой? На ходу брал, да? Виталий Иванович, у меня к вам несколько вопросов. Опь, Великая Русская река, первый вопрос. А, да, да, я же говорил. А второй вопрос. Давно ты тут на столобу стрелял? Последний раз. Летом. Как ты его взял, расскажи. Саш, он дурной, Саш. Ты его сверху видел или просто шел по одной? Я его увидел, он вверх шел, а я вниз. Я развернулся, догнал. И загнал его под кожу. Ага. И что, дорогие? О, Андрюха, ты обрыгнулся. Молодца. Молодца. Мастер, он и есть мастер. Как шел, с пол воды? Да нет, случайно, пришел ты с мастер. А, Виталий Иванович, с пол воды шел? Нет. На дне? Да. У меня дыхание чуть-то закончилось, я не вдохнул нормально. И слывать начал, и он пошел. Ну вот, такая охота на обеих. Судак, налим. Вот, Саш, просил рассказать об рыбах в реке. Вот все, пожалуйста, набор. Лещ, ясь, судак, налим. Толстолоб. Толстолоб. Лещ, судак. Вот, вы. Сереж, скажи, пожалуйста, как вообще толстолоб это часто чистить приходится? Первый раз. Да как же нет. Ножами сибиряки пользуются редко. Обычно с медведя или с лося шкуру снимают руками. Ну, нож нужен так, чтобы порционно порезать мясо для шашлыка. В гостеприимном доме Димы Завьялова мы готовили шашлык из толстолобика. В камине, да на угольках. Эх, красота. Ой, да еще лимончиком для вкуса. Нет, братцы, не могу больше смотреть. Скорее ставьте на угли, скорее. Последнее время шашлык из рыбы мне как-то больше по душе. Ну, это кому как. Все. Зашипело мясо на угольках. Зашипело. Приятного аппетита.